добрый день в этой видео лекции мы поговорим об мрт диагностики рассеянного склероза мрт является самым достоверным методом подтверждающим диагноз рассеянного склероза но отнюдь не подменяет клинический диагноз ярче всего очаги демиалинизации выявляются на т2 взвешенных изображениях и в режиме подавления свободной воды flyer однако очень важно при проведении мрт исследования использовать стандартный протокол исследование в режимах т1 т2 flyer и т1 с контрастированием годовенья есть не проводить исследование по протоколу то риск ошибки очень велик почему это объясняется тем что очаги рассеянного склероза на мрт изменяются с течением времени так в течение первого месяца после возникновения они накапливают контраст что мы видим режиме т1 с контрастированием годолиния при этом на т2 они гиперинтенсивны спустя 4-6 недель очаг перестает накапливать контраст но он остается гиперинтенсивным т2 режиме а в режиме т1 представляется как серая тень через несколько лет в результате процесса нейродегенерации в зоне очага формируется так называемая черная дыра которая видна в режиме т1 без контрастирования накопление контраста при рассеянном склерозе происходит в местах прорыва гематоэнцефалического барьера поэтому контрастируемые очаги имеют сначала округлую овоидную форму затем по мере стихания воспалительного процесса в центре очага контраст накапливается только по периферии вследствие чего очаги приобретают вид кольца или полукольца на третьем слайде мы видим пример очага рассеянного склероза у пациента спустя три месяца после обострения он хорошо виден на т2 и флая в виде серой тени на т1 но контраст не накапливает то есть не активен клинически он также не проявляется для рассеянного склероза очень характерно расположение очагов доминизации в перивентрикулярных областях при этом очаги овоидной формы расположены перпендикулярно к стенкам боковых желудочков это связано с тем что очаги как муфты окружают венулы имеющие перпендикулярное стенкам желудочков направления как мы видим на рисунке именно здесь и проходит происходит прорыв гематоэнцефалического барьера другая характерная для рассеянного склероза локализация очагов югста картикальная то есть под корой головного мозга особенно отчетливо эти очаги видны в режиме флайер иногда охватывая извилину очаги приобретают форму полукольца очень характерно для рассеянного склероза наличие очагов в мозолистом теле что лучше всего видно с агитальных проекциях при этом как правило очаги исходят от просвета третьего желудочка поэтому имеет широкое основание для сосудистого поражения головного мозга очаги мозолистом теле не характерны а при их наличии они располагаются в его толще четвертая характерная локализация бляшек рассеянного склероза инфратентериальная эти бляшки расположены в стволе мозга и в мужичке очаги часто располагаются по периферии продолговатого мозга мозга воролевого моста или ножек мозга поскольку венула в этих отделах имеют огибающий анатомические образования ход обратите внимание на характерное свечение димилинизации окружающие височный рог правого бокового желудка в отличие от очагов рассеянного склероза ишенические очаги располагаются в зонах кровоснабжающих ствол артерий парамедианных как на представленном грамме лакунарного инсульта коротких или длинных огибающих инфратентериальные очаги в веществе спинного мозга также характерны для рассеянного склероза обычно они имеют овоидную форму и превышают по размеру 12 сегмента на представленных томограммах мы видим такие очаги на сагитальных фронтальных и аксиальных срезах хороший уровень визуализации спинного мозга можно получить только на высокопойных аппаратах с мощностью магнита полторы тесла и выше еще один важный аспект диагностика на самых ранних стадиях болезни при первой атаке заболевания часто это может быть ретро бульбарный неврит мы не имеем права ставить диагноз рассеянный склероз для подобных случаев есть специальный термин клинически изолированный синдром на слайде мы видим мрт пациентки с дебютом заболевания которое проявилось внезапной потерей зрения на один глаз на мрт определяется гиперинтенсивный очаг правом зрительном нерве в т1 на режиме после контрастирования гадалини это единственный очаг в других регионах перивентрикулярных югстрокортикальных мозолистом теле инфротентериально в том числе и в спинном мозге характерных изменений не обнаружено значит диагноз рассеянного склероза пока не правомерен необходимо динамическое наблюдение спасибо за внимание